В этом занятии мы зададим логотипы для нашего сайта. Итак, для этого мы будем использовать картиночку под названием logo.png. Поэтому сейчас мы идем в редактор, открываем вот здесь, ставим курсор сюда, щелкаем. И перед тем, как мы будем задавать картинку, сначала давайте мы зададим еще один тег под названием header. Это тег из html 5 указывает, что здесь идет какая-то заголовочная информация. Ну, в нем идет шапка, поэтому мы в нем будем работать. Итак, теперь давайте мы заведем картинку. Так, это будет тег img, вот так вот. И здесь давайте мы напишем сразу путь картинки. src равняется и указываем папочку image. так, поставим images, вот так вот, ставим слэш, наша шпапка images называется. И здесь пишем название картинки logo.png. Так, возвращаемся назад и пишем logo.png. Сохраняемся, обновляемся и видим, у нас появился логотип. Что ж, отлично. И теперь маленькая деталька. Мы уже можем убрать высоту у нашего блока, так как в нем есть содержимое, и он автоматически будет применять высоту этого содержимого. А сейчас давайте мы вернемся к нашему логотипу и добавим еще парочку атрибутов. Во-первых, нам нужно добавить атрибут alt. Обязательный атрибут, текст которого выводится, если картинка не загрузилась. И здесь мы пишем название картинки. Так, логотип сайта. Отлично. Также мы можем поставить еще и всплывающую подсказку. Давайте мы ее напишем. Title равняется, то же самое напишем. Логотип сайта. Отлично. Сохраняем наше дело. Идем сюда, обновляемся. И при наведении, видимо, у нас уже появилась всплывающая подсказка. Ну что ж, это, конечно же, хорошо. И теперь мы можем переходить к следующему занятию. Продолжение следует...